Затем, как серый дым комьями валит с крыши, а спасатели сбивают последние языки пламени, жильцы первой квартиры наблюдали из окна скорой. Все шесть членов семьи Умрихиных остались невредимы. В машине отогревались. Выбегая из дома, некоторые из них даже обувь надеть не успели. Все их имущество поглотило огонь. Соседи подожгли меня. Я спала. А откуда вы знаете, что соседи подожгли? Соседи. То, что они второй раз у меня уже поджигают. Я, короче, подхожу и спрашиваю, что дымится. Я была у них в гостях. Понимаете, в чем дело? А они в данный момент, он говорит, мы делаем шашлыки. Да, они действительно делали шашлыки, я все видела. Никакие не шашлыки. У соседа. Он, сосед сказал, что печка у него взорвалась. А там, мне кажется, не печка, потому что он одеяло вытаскивал. У него и ноги, и руки обженные. Пострадавшего соседа из квартиры номер два доставили в областную клиническую больницу. Ожоги он получил, пытаясь самостоятельно потушить возгорание, которое началось именно в его квартире, рассказали специалисты. Произошло возгорание в квартире номер два данного дома. Повреждено перекрытие по всей площади. Предварительно, по сообщению, был взрыв бытовой печи. Повреждены обе квартиры. Горение было в одной квартире, но так как распространение по перекрытию, вторая квартира тоже непригодна для жилья. Специалисты администрации, которые сразу же выехали на место происшествия, предложили погорельцам временный вариант размещения в муниципальном общежитии на КПП. Впрочем, пострадавшие отказались. Пока жить будут у родственников. Кристина Коширина, Андрей Белый. Программа «Город».